Так, ну что, народ, мы собираемся выходить с Факаравы и идем на Рангерово. 130 миль у нас ожидается. Стоим мы сейчас на севере Факаравы. Очень важно для выхода из Атолов рассчитать время. Здесь проблема в том, что время мы не можем нормально рассчитать, потому что есть разные источники, которые показывают три разных значения. Но мы полагаемся на тот, который нам кажется правильный. Надо будет подойти, нам идти до выхода из Атола час. Мы готовы стартовать. Якорь вышел. Отлично! Выходим. Как я вам раньше говорил, по Атолам ходить, в принципе, достаточно комфортно, потому что вода плоская. Но когда разгоняет волну с противоположного конца Атола, например, Факарава в длину более 30 миль, то иногда волна, конечно, становится достаточно жесткая, особенно если ты стоишь на якорях на противоположной стороне. Но в нашем случае сейчас ветер дует комфортно. И мы идем именно в даунвинт. И идти нам всего 5 миль. И там уже стоят на выходе люди и ждут выход. Так вот, прямо перед нами выход из канала. Пока течение не ощущается. Но там спереди, бля, там какие-то такие буруны, мама, вроде. То, что нас ожидает. Там такой water turbulence достаточно большое по количеству. Но я думаю, что это не прямо ужас-ужас. Но может немножечко нас потрепать. 5,8-5,7 это значит, что уже один узел в плюс. То есть течение нас выволакивает. То есть, наверное, сайтом мы все-таки не угадали. Но не то, чтобы прямо сильное течение. Поэтому может быть еще вот где-то там часик. Может, в 12 будет максимальная вода. Но пока вот мы уже на подходе. Когда мы подходим к выходу, выглядит это все, конечно, немножко страшно. Потому что спереди идут волны. Это называется water turbulence zone. И она возникает только когда мы выбираем неправильное время прохода АТО. Когда мы выбираем время, когда из АТОЛа выливает. Это может быть, как сейчас, дискомфортно. Но в целом нормально. Если мы выбираем время, когда в АТОЛ заливает и нам нужно выходить. То помимо того, что мы тормозим на выходе за счет течения. Мы еще можем сталкиваться с волной, что очень неприятно. Но идем мы все равно больше пяти узлов. Хотя по ощущениям сильно меньше. Ну, там, конечно. Это же только здесь, потому что здесь вода вытекает. А не взятки, это отмороженное, наверное, на этой лодке. Чего они будут отвернуть? Нет, я веду, что сейчас. И сейчас вы видите как раз этот water turbulence. Как вы знаете, на камеру нормально было не видно. И то, что вы можете видеть на камеру, это, наверное, 20% от того, что есть в реальности. Глубина здесь уже, вот где мы сюда чуть-чуть вышли, уже 800 метров. И вот мы прошли вот эту зону water turbulence. Легко. Что там ходить? Там остался бушующий проход. Здесь уже волна успокаивается. Ложимся на курс. Сейчас открываем больше парус. И начинаем двигаться к следующему атоллу. Мы будем обходить несколько атоллов. И большинство интересного мы будем проходить на протяжении сегодняшнего светового дня. А завтра, ну и ночью, мы будем идти вдоль рангероа. Сейчас мы проходим в Толу. Это рядом с Факаравой. Мы думали на него зайти, но мы немножечко не успеваем по времени. Поэтому, к сожалению, придется его пропустить. Но если у вас будет шанс, и вы будете где-то рядом, не пропустите. Потому что с западной стороны атолла есть очень прикольное место. Буйов на 5. И там владельцы этих буйов, они же владельцы ресторана. Они могут сделать небольшую экскурсию по острову. И показать вам, что там и как происходит. И там большие плантации пальм. Ну, в общем, выглядит это все красиво. Жалко, мы не смогли туда попасть. Но я думаю, что когда-нибудь у нас еще будет шанс попасть на этот атолл. Может быть, вообще походить у атолла в Туамоту. Потому что нам реально это все очень нравится. Вот мы сейчас немножко начали газовать. Потому что нам нужно быстрее попасть на атолл. Гина, объясни, пожалуйста, почему мы никак не можем понять, во сколько нам в него надо заходить? Ну, потому что на разных сайтах разные данные по тайтам. И вот Сережа нашел на сайте for fishermen. Там говорится, что в 2 часа будет low tide, и нам это подходит. Вот мы по этому топим. На сайте, на котором я смотрю tide chart, там следующий tide только в 6 часов вечера. И это high tide. Короче, у нас есть большая непонятность, поскольку мы туда будем заходить. Мы уже один раз выходили криво, а теперь мы по-другому будем заходить. Вероятно, тоже криво. Поэтому... Ну, криво, на волне. На волне? На попутной. На волне. Но так как на волне мы будем заезжать, потому что вода будет туда наливаться, я думаю, сильно плохо это не будет. Говорят, там всего 7,5 узлов течения бывает, не больше. Там вот стас исправит. Конечно. На. Полный, стоп. На, снимай. Снимай. Зачем нам такой большой? Он оборвался, по-моему. Он, конечно, расстроен, блин. Отошел пассать. Ну, реально. Ну, иначе надо было меня тоже пассать. Не знаю, что делать. Уже выключить просто газ нельзя было. Я сначала заблокировала эту. В общем, Марлин у нас сорвался. Просто сделал тынь и ушел с пирсингом в открытые воды. Вот, это заход. Если вы думаете, так очевидно, что это вот не должен быть заход, а это заход. Там дайверы стоят, ныряют, лодочка стоит спереди. И да, это оно. Сейчас будем пытаться туда пролезть. Ну, вроде оно как-то так не выглядит прямо опасно. Там тузик какой-то шарится в нем. В целом, заход на рангероа, это было ничего особенного. Мы уже поворачиваем. Потому что, мне кажется, здесь уже безопасно. Выглядит так себе. Выглядит небезопасно. Но мне кажется, что безопасно. Ого! Далее, ну, делай. Парочка. Мы заходили практически вовремя. Немножечко с разницей во времени, но еще на приливе. Не было никакой жесткой волны. Было достаточно ровно. Не идеальное время, потому что, когда идеально, можно заходить вообще как по озеру, все-таки течение небольшое было, нас подгоняло. Но нельзя сказать, что это было что-то такое, что требовало постоянно нашего присутствия. То есть, мы выбрали правильное время. И в правильное время заходили, хоть и не идеально. Но ничего идеального в этом мире не бывает. Поэтому идем как умеем. Такая вода прозрачная. Ты видел дно? Видно полностью. Да. Прям видно дно. Не могу сказать, что это было сложно. Единственное, что нас там до 7,5 разогнало. Ну, то есть, грубо говоря, течение было 2,5 на вход. Вот это значит, что мы уже тайт пропустили. Оно начало разгоняться. Если учесть, что здесь больше, может быть, 7-8 узлов, то значит, мы как раз пропустили тайт. И на заливе воды водол начали заходить. Ничего в этом страшного нет. Ну, просто нужно быть внимательным. Ну, и в любом случае понимать, что вы делаете. Потому что, если вас там начнет разворачивать или убрасывать на берег, никому радости это в яхтинге не доставит. Просто больше ответственности, больше соображалки. И идем внутрь Атолла. Ну, понимаем, в какое время и вообще, что происходит. Мы заранее списались с яхтенным комьюнити. И когда были на Факараве, нам рассказали, как заходить, куда заходить. Мы посмотрели несколько роликов на YouTube. И поняли, где находится основной заход на якорь от Гранд Героа. Когда идет ветер северный, стоять здесь очень комфортно. И этот якоринг просто идеальный. Конечно, можно пойти на какие-то другие якоринги, типа Blue Lagoon. То есть, места, куда люди ходят. Мы этого точно не знали. Потому что мы хотим уже побыстрее пойти на Society Islands, на Таити. Поэтому я думаю, что на этом якоринге мы и ограничимся. Но можно еще куда-то, конечно, сходить. Ну, сюда вот и еду. Чуть правее сейчас возьму и все. Едем медленно назад. Раскладываем якорь. У нас здесь сейчас глубина 15 метров. То есть, мы где-то около 40 метров разложим. Натянемся, еще метров там до 60 вывалим стандартной глубины. У нас на цепи идет разметка 30 метров, 50 и 70. Потому что нет смысла выкладывать обычно меньше 30, на какой бы глубине ни стояли, даже если это будет 3 метра. Ну, 3, наверное, нет. Но как бы на 7-8, меньше 30, все равно никто не раскладывает. Поэтому мы сейчас выложили 50 метров и едем назад. Сильно быстро ехать нельзя, чтобы не было большого рывка, когда лодка остановится. Ну, так плавненько, на где-то... Сколько у нас? Тысяча оборотов мы себе едем назад. Хорошо. Все, встали, да? Делаем 2000 оборотов. Зарываем якорь. Я думаю, что здесь коралловое дно. Поэтому сильно зарыть его не получится. Дин, давай еще метров 15. Давай, давай. Итого у нас будет 65 метров при глубине 14,7. Ну, все, мы встали. Ставим меточку якоря. Здесь стоит. Обязательно ставим здесь. Стоит. Глубина 15 метров. Ну, короче. С переплышдом нас. Ну, все, мы стоим. У нас, смотрите, какие соседи. Монохульчики, катамаранчики. Здесь у нас стоят маленькие лодки. А с этой стороны у нас стоит кто-то большой. Называется Найт. Кнайт. Так, ну, все, давай Тузик спускаем на воду. Дина, поехали наверх. Дин, давай опускай. Ну, что, Тузик уехал на воду. Тут жизнь кипит, какие-то баржи ходят. Прямо все серьезно. Дин, давай опускай. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть марина, маленькая такая, ну типа бухта, в которую тузики ставят. Но проблема в том, что сейчас приехал круизный корабль вот там, и туда приезжают и вот эти вот тузики с круизника, и места нету. Поэтому мы встали вот так. Это коммерческий пирс. Здесь стоит буксир и разгружает с баржи всякое полезное строительное. Круизняк приехал. Слеплей, ресторанчик. Ну, в общем, вот такая улица здесь идет на другую сторону Атолла. Тут также идет сортировка мусора. И бросается в глаза по сравнению с предведущим Атоллом, то, что здесь куча всяких маленьких магазинчиков, ресторанчиков. Вот такой большой магазин. Вельчики на прокат. Что там такого великолепного? Тут столько собак безгромных. Это какой-то бунтерьер. Попивасики. Прямо все остальное сюжетно в это время. Этот ресторан примечательен тем, что у него балкончик, на котором стоят столики, находится непосредственно с видом на канал. И если вы садитесь, и если вы находитесь в ресторане в то время, когда идет середина тайна прилива и отлива, здесь появляются большущие волны, по ним прыгают дельфины. То есть можно посмотреть, как это выглядит, когда реально не то время для захода. Ну, тогда, конечно же, там никто не ходит. И далее просто наветренная сторона острова. Можно посмотреть, как тут бушуют волны. Но так как сейчас погода спокойная, то волн, особенно, конечно же, никаких нет. Все очень ровненько и красиво. А далее решили мы вернуться срезать. То есть не идти по основной дороге, а пройти и посмотреть, как же здесь живут местные люди. Потому что очень интересно посмотреть, какие же у них дома, какие приусадебные участки. И вообще все здесь достаточно мило. Кстати говоря, это достаточно большой атолл. На нем есть колледж. Это единственный атолл такого значения на всем Туамоту. Сюда чаще всего приходит ферри с Таити. Сюда значительно чаще летают самолеты. И очень много туристов, которые выбирают рангероа, просто чтобы прилететь, так как это просто. И смотри, на столбах, во-первых, наверное, от сырости. А второе, скорее всего, может быть, здесь у них бывают какие-то фудинг. Музыка. 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 Он не голодает. Музыка. 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 Короче, народ, делаем небольшое резюме. После первого дня знакомства с островом рангероа, полный отстой. То есть место, единственное, что здесь прикольно, это вот ресторанчик, который на входе в бухту. И вообще, вот в принципе, все, что связано здесь там с ресторанами, оно как-то реализовано. Потому что люди, которые приезжают, стоите сюда, они тут проводят время. Такой туристический спот для цивилизованных людей. Ну, мне не понравился, если честно, на двоечку остров. Потому что, во-первых, ничего нету, тут реально деревня. То есть мы думали, что там ничего нету, но тут новый уровень, ничего нету. В магазине там одна банка Кока-Колы маленькая. Ну, в общем, продуктов нету, ресторанчики. Ну, вот этот один нормальный, остальные убогие. Даже, ну, короче, улицы не симпатичные, просто люди живут себе как-то и живут. А и ракушек нету. То есть, ну, они есть, но их очень мало. Мы сейчас переехали на другую сторону острова Рангероа. Вот это вот, это канал. И наш якорь находится вот за тем мысом. Маленький островочек на входе, вы видите. Здесь такой пирс. Сейчас раздувает с той стороны, не очень удобный ветер. Поэтому мы приехали сюда, бросили якорь. Сзади у Тузика. Вот ребята стоят, вот этот транспорт с одной стороны острова на другой. Вода здесь, конечно, в лагуне очень красивая. Такой, чуть-чуть начинает раздувать. Ну что, Дина, как тебе этот безумный трип? Такое. Не нравится тебе? Не, ну, знаешь, во-первых, стрёмно. Потому что там сейчас ещё отливают. Не хочется, чтобы тебя там какие-то дайверы спасали. Поэтому остросюжетненько. Мы просто сюда ехали, прыгали по волнам. И даже на глиссер нельзя было выйти. Просто потому что волны большие заливало бы. Класс. Локал хэндикрафт артисанс. Бонжур. 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 И ньоранна. И ньоранна. Ну что? Тут тоже такие прям приличные. Ну, ты видишь, на сквозные получаются, на сверленные. Что, Дина, сувенирчики тебе покупаем? Ну, первая жемчужина из местных у меня в коллекции. Я хочу ожерелье, не забывай. У меня скоро день рождения. Не забывай. Это не ситуация? Ну, это первая в коллекции. Ты первая в ожерелье? Первая в ожерелье, да. Такие у меня есть. Сейчас буду примерять твой подарунок. Короче, вот так вот сувенирчиков мы зашли, купили. Сейчас посмотрим, что здесь на этом острове вообще продается и вообще, что здесь есть. Немножечко в глубине за сувенирным магазином здание полиции. Это полицейский участок. Кстати говоря, Рангеро это порт оф Энтри. И если вы заходите и делаете чекин, то вот сюда вот в полицейский участок и нужно идти. А здесь вот такая церквушка. Общество Христа. Бедненько, но аккуратненько. Но чистенько. Там, наверное, либо школа, либо садик. Потому что такое какое-то... Да, наверное, маленькие детские велосипедики. На этом атолле, это единственный атолл, на котором есть колледж. То есть не просто школа там младшая, а именно колледж. То есть где можно учиться вот чуть-чуть подбольше. Какая-то промзона здесь. Сразу видно, что это не туристическое место, потому что здесь люди живут. Здесь у них колледжи, школы, там полицейский участок, почта. А с другой стороны там туристик аттрекшн. А здесь вот такое вот все вот. Я хочу на пляж на пляж. Пошли. Ну, вообще так красиво. Вот здесь на Google Map написано стритворкаут. То есть вот вы видите, это, наверное, уличный тренажерный зал. Вот это основная дорога, а это уже за окружной промзона. Вот мы вышли наружу. Вы видите, лодочки стоят. Это дайверы ныряют. Здесь видно риф красивый. А вот там еще стоит 4 лодки, то есть куча дайверов. Там, видимо, прикольно нырять. Тачка у нас сейчас. Ночью было прямо печально, потому что лодку всю болтало, и волны разбивались о борт, и это было, ну, очень неприятно. Смотрите, кто к нам приехал. Вы думаете, это что-то новое? Нет, это наш старый знакомый. По-моему, называется Арануй. Круизный контейнеровоз, которого мы встречали на Нукухиво, который там разгружался. И вот он сейчас стоит на Рангиро, на Толах Туамото. То есть он просто курсирует по разным акваториям и возит туристов, и грузовые всякие поставки совершает между островами, Атолами и всей французской Полинезией. Тузик уже поднят на палубу. Что бы это значило? А значит, это очень просто. Рангироа себя исчерпала, и мы продолжаем наше путешествие. Чтобы данный ролик был полный, я должен вам рассказать, как выходить отсюда. Потому что как заходить, вы уже видели. Мы смотрели расписание тайдов, и здесь выход в 4.30. Это slack water. То есть это максимально низкая вода. Но мы будем выходить где-то часа в три, за полтора часа, потому что уже скорость течения спадает. Но еще течение будет идти наружу. Но уже не будет такое большое. Там полтора-два узла. И мы будем идти не против течения, не со своей скоростью, а немножечко газуя. Он чуть-чуть цепляется за то, что на дне лежит. Не очень удобно, конечно. Но так аккуратненько-аккуратненько подъезжаешь и вынимаешь. У нас, как обычно, погодка на выходе. Прямо какие-то тучи идут. Как обычно, мы посмотрели по времени, когда же у нас будут тайды. Забегая наперед, скажу, что, конечно же, мы не угадали. И не угадали мы от слова совсем. Потому что время тайдов было, наверное, через несколько часов, когда нам нужно. Потому что, когда мы уже прошли от нашего выхода в другой, это заняло какие-то два часа, мы видели, как через него начинают выходить такие лодки. Где они смотрели правильные тайды, это полная загадка. Но когда мы начали подходить ближе, у нас скорость движения была, наверное, узла два. То есть, мы шли против шерсти. И вы видите этот Water Turbulence, такой вот, он очень неприятный. Как я уже говорил ранее, волны вообще незаметны. Но такое впечатление, как будто вы просто на этих волнах на одном месте постоянно прыгаете. И лодку болтает очень сильно. Здесь этого не очень видно. Но Дина стояла на носу, крепко держалась. И лодка прямо носом черпала иногда воду на волнах. Иногда скорость была с волны больше, иногда меньше. Но, в общем, лодку приходилось достаточно жестко держать на курсе. И еще проблема в том, что здесь достаточно узкий выход. Хоть нельзя сказать, что сильно узкий, но ощущение, что если вас развернет поперек, вы можете доехать до противоположного берега достаточно быстро. поэтому здесь все было, скажем так, остросюжетно. И выход у нас получился, конечно же, удачно. Но это достаточно сложная акватория, потому что если бы у нас был четкий график для выхода из Атолова, наверное, в этой ситуации было бы проще. Но когда вы не можете определить точно время выхода из захода в Атол, это полная жопа, потому что лодку вашу болтает очень сильно. И нам повезло, что не было ветра, который идет на выход из Атола. Потому что когда появляется ветер, поднимается еще ветровая волна. И когда течение выливает из Атола, то это течение подходит под волну и у вас может быть такое, что даже если вы на Тузике, то вас может вообще перевернуть, потому что эти волны обрушивающиеся и они большие. Конечно, в нашем случае все было очень хорошо, нам скажем так повезло и все совпало, но тем не менее при других таких условиях мы могли быть в реально нехороших ситуациях, но повезло. короче, такие выходы это явно не для новичков, потому что я стрессоустойчивый и так окей, но волнуюсь. А вообще когда такую месторубку видишь совсем неспокойно и когда она спереди и мы выходили по более-менее спокойной воде, хотя непонятно, может она и неспокойная сейчас, мы не знаем какая она должна быть, нам просто не говорили, что сейчас это сделать нельзя, мы прошли, но реально напрягает. Еще на самом деле очень близко берега с двух сторон и рифы, так на GoPro она широкоугольная не сильно видно, но чисто визуально стремно, потому что очень близко и там еще вода голубеет, светлеет, кажется, что блин, сейчас не туда тебя куда-нибудь чуть-чуть сместит и уже стремные истории. И качала вообще, то есть нос полностью уходил по ходу в какой-то момент и сначала так качала, потом вот как сейчас с двух стороны в сторону, потом какие-то вообще водовороты там начались на выходе. Ну, в общем, надо с хорошим газом идти быстро максимально. Ну, на самом деле вот так, лодку именно крутило, я бы не сказал. Ей приходилось, конечно же, чуть-чуть курс корректировать, но это не было прямо фатально-фатально. То есть, ну, приходилось покрутить рулем. Мы справились и молодцы. Все, проехали, забыли. Идем дальше. Так, Дина, у нас тут открывает парус. почти открыла. Его еще чуть-чуть подтянуть надо. Так, все. Угол к ветру у нас 134 по портсайду. Идем портак. Мотор выключаем. Нас ждет 75 миль до следующего острова. Макатея. Друзья, не забываем подписываться на канал. Этот выпуск про рангерова подошел к концу. Мы вам показали и вход, и выход, и что, собственно, на острове происходит. Скажу честно, остров не впечатлил, не интересно, нам не понравилось. То есть Факарава был, ну, прямо супер лучше. Переход в следующий Макатея. И это уникальнейший остров. Чем он такой прикольный был? Ну, это приподнятый Атол, высокое плато. И это единственный из архипелага того, у которого есть твоя пресная вода. И раньше там добывали фосфаты, но это все было в следующем выпуске. Подписка не забываем. Проверяем колокольчик, чтобы все обновления к вам приходили. И до встречи в следующем выпуске. Пока! Пока!